всем привет друзья добро пожаловать на мое новое видео сегодня мы приготовим вишневый пирог с слоеного теста очень простой быстрый рецепт попить чайку ну что смотрите так здесь у меня две банки консервированной вишни можно взять замороженную естественно без косточек сейчас нужно слить с нее сок так далее в кастрюльку добавляем 6 столовых ложек сахара кастрюлька включена у меня плита на одну баночку по 3 ложки так ну и теперь нужно нам этот сахар карамелизировать сейчас он будет плавиться и даст наши вишни еще карамельный вкус ну вот ребят вот так вот он должен примерно выглядеть не подождите его то сахар горький будет чтобы он не пережегся в таком состоянии нормально все остатки растворяться все и теперь заливаем это все вишневым соком из банки осторожно только здесь горящий вот видите такая здесь карамель получилось сейчас нужно ее растворить в этом вишневом соке можно немножко убавить я вылил только половину сока есть потому что я хочу чтобы побыстрее было если у вас есть время вылите весь сок и выпарите будет еще вкуснее добавим еще туда ванильного сахара пакетик так как у нас вишня у меня сладкая добавлю туда еще для кислинки половинку лимонов если у вас вишня кислая то тогда не нужно лимон можно даже можно будет и целый добавить сейчас попробуем карамель уже растворилась полностью и сок наполовину выпарился добавлю еще туда кусочек имбиря это будет и классный вкус и имбирь очень полезный немножко корицы по вкусу корица очень хорошо сочетается с вишней так обалдеть пахнет рождеством ну и все и можно теперь сюда добавлять нашу вишню и сейчас немножко все это еще поварим вместе с вишней минут пять так друзья на этом этапе нужно добавить крахмал здесь на две чайные ложки смешаю его с оставшимся соком если у вас сок не остался то просто с холодной водой размешиваем хорошенько добавляем наши вишни это мы делаем для того чтобы наша вишня загустела не было слишком жидкой но еще нужно немножко выпарить жидко друзья прошло 10 минут у нас получилось вот такое вот жилированное варенье некоторые конечно развалились но не страшно мы выберем самые хорошие которые развалились будет просто потом останется как варенье так мы выкладываем все это теперь другую посуду чтобы быстрее остыла такая вот красивая вишня у нас получилось ну вот друзья наша вишня немножко остыла теперь можно дальше делать берем готовое слоеное тесто не надо повторять что я говорю каждое слово так открываем его вот так вот я его открываю да теперь у меня вот такая вот вырубка где-то сантиметров пять-шесть можете брать или какую-нибудь рюмочку и так вот рубим это тесто как на пельмени вот так вот как раз тут почти безотходное производство теперь берем вот такую заготовку переворачиваем с этой стороны она не такая липкая как на той стороне который же на бумаге берем одну красивую вишенку так вот и залепляем вот так вот ее двух сторон так готово и теперь так вот выставляем их форму очень хорошо можно вместе с детками делать которые постарше конечно не как мой будет интересно и вот друзья вот такая вот красота у нас получилось варенье у меня немного осталось вернее вишни ему это уже в принципе не беда я самый красивый хороший вы выбрал здесь поломанные всякие пойдет просто как варенье на завтрак ну и все теперь отправляем это в духовочку разогретую до 200 градусов где-то примерно минут на 20 вот друзья прошло 20 минут вот такой вот красавчик пирог у нас получился по-быстрому чайку попить само то и все еще немножечко сахарной пудрой вот так вот вот так ну вообще красота ну давайте ребят проведем дегустацию посмотрим что у нас получилось смотрите как его кушать резать не нужно очень удобно берешь так отдельную вишенку ну ребят так слоеное тесто и вишня это всегда хорошо это не может быть плохо дать оно да хочешь попробовать нет нет не твое это ну на этой вкусной ноте я буду с вами прощаться спасибо всем кто досмотрел видео до конца всем добра до новых встреч всем пока всем пока всем пока я